Возложение рук плюс. Написано Фрэнсис. Иногда мы используем не один метод исцеления, а несколько. Например, возложив руки по Марку 16-18, нам приходится добавлять Марка 11-23-24, где Иисус учит действовать приказанием, что в свою очередь должно подкрепляться верой в действии, даром веры, которая поможет служителю поражать болезнь в Духе Святом. Очень скоро вы убедитесь, что бывают случаи, когда для полного исцеления необходимо использовать несколько разных методов. Поэтому не останавливайтесь, если один метод исцеления оказался неэффективным. В Евангелии от Марка 16-17-18 Иисус говорит, у веровших же будут сопровождать эти знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это Христово обетование не оставляет нам места для сомнения. Оно указывает не на возможность или вероятность исцеления, а на твердую уверенность. Господь утверждает, будут здоровы. Поэтому, возлагая руки, мы с верой ожидаем выздоровления, потому что доверяем Иисусу и Его Слову. Вы можете даже возлагать руки на самого себя, если нуждаетесь в исцелении. Я, например, так и поступаю. Если дьявол посылает мне головную боль, и рядом нет никого, кто помолился бы за меня, я сама возлагаю руки на себя. Ведь Библия не говорит, что верующие могут возлагать руки на всех, кроме самих себя. Мне просто говорится, что тот, кто верует, возложит руки на больного, и тот будет здоров. Поэтому я возлагаю на себя руки и приказываю, головная боль, уйди вон во имя Иисуса. Многие христиане своим неверием позволяют дьяволу красть свое исцеление, поэтому гоните от себя прочь всякое сомнение. Как только дьявол слышит вашу команду, приказывающую болезни уйти, он сразу же начинает действовать. Ведь он знает Марк 11.23 не хуже вас. Он знает, что вы обязательно получите просимое, если не допустите сомнения в сердце своем. А знаете ли, что из себя представляет дьявол? Вот что о нем говорит Иисус. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8.44 Стремление убить вас, солгать, заложено в самой натуре дьявола, особенно если у вас обнаружили смертельное заболевание. Дьявол тут как тут несет вам сомнения и неверие в силу молитвы. Неудивительно, ведь он человека-убийца от начала. Как ему удается угасить вашу веру? Он начинает нашептывать вам, ничего не поможет, ты так и останешься больным. Совсем не похоже, чтобы ты исцелился. Я хочу привести убедительный пример того, как работает вера. Если бы мы все уверовали в то, что слово Бога, его ответ истина, и не смотрели бы на обстоятельства проблемы, тогда все мы были бы на правильном пути. Не так давно человек по имени Нжин Лили собрался написать книгу о том, как умереть с достоинством. Нжин знал, что умирает, да и доктора говорили ему, что его болезнь неизлечима. В течение 17 лет наполовину парализованный Нжил страдал еще и рассеянным склерозом. Но кроме этого у него еще был диабет, высокий уровень холестерина в крови, большое содержание трилицидов, травма мозга. Короче говоря, его тело было скопищем болезни. Однажды Джин слушал проповедь по телевизору. И вот пастор, указывая пальцем прямо на него, сказал, «Я уверен, что вы не ходите в церковь из-за лицемеров». Джин проговорил, «Вот именно, терпеть не могу лицемеров». Джин позже рассказывал, что пастор своим крючковатым пальцем указал прямо на него, говоря, «Я вам сейчас кое-что скажу. Они, по крайней мере, хоть что-то делают, а вы вообще ничего». В результате этой программы Джин Лили получил спасение. А потом он подумал, «Ну, слава Богу, я попаду в Царство Небесное, когда умру. И даже если мне суждено страдать здесь, на земле, я буду страдать во славу Господа. А потом я пойду на небо, чтобы быть вместе с Иисусом». Итак, Джин стал писать книгу, «Как умереть с достоинством», когда однажды к нему проговорил Бог. Он сказал Джину ехать в Орландо, Флорида. Джин с женой жил в Фениксе, штат Аризона. Он оставил работу, чтобы посвятить себя Евангелию. Тогда они не понимали, почему Бог посылает их в Орландо. Джин и его жена сильно бедствовали. Им пришлось продать все, что у них было, чтобы наскрести денег на еду и бензин. Но до Орландо они все-таки добрались. Придя в церковь по прибытии в город, они попали на проповедь «Ваше исцеление». После проповеди Джин стал больше уделять внимание тем местам в Писании, где говорилось об исцелении. Особенно большое впечатление на него произвели строки Псалма 106.20. «Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Джин продолжал работать над своей книгой. И вот однажды в его присутствии кто-то процитировал стих 17 из 117 Псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Джин тут же открыл свою Библию и прочел там этот стих. День ото дня его вера становилась все крепче и крепче. И, наконец, он подумал, да, ведь и я тоже могу исцелиться. По слову, и я могу исцелиться. К Джину пришла уверенность, что исцеление возможно и сегодня. К сожалению, многие считают, что время для сверхъестественных исцелений прошло. Они считают, что чудеса были возможны в Дне Апостолов, но только не сегодня. Бог уже не исцеляет. Если вам доводилось такое слышать, то знайте, что это ложь дьявола. Если Христос исцелял вчера, он исцеляет и сегодня. Если он исцеляет сегодня, то будет исцелять и завтра, так как он не изменяется и никогда не изменится. Дьявол хочет, чтобы вы поверили в болезнь, а Бог хочет, чтобы вы верили в исцеление. Джин Лили продолжал читать Библию, и чем больше читал, тем больше верил, что время исцеления никогда не проходило. Потом он заявил с твердостью. Я не только верю, что исцеление возможно и сегодня, но я также верю, что исцеление возможно и для меня. Разве это не огромный шаг веры для человека, пишущего книгу о том, как достойно умереть? Следующей его мыслью было «Если бы я мог встретиться с тем, кто уже возлагал руки на больных, и те исцелились, я попросил бы его помолиться за меня молитвой веры». Кто-то из его знакомых верующих дал ему экземпляр нашей книги «С тех пор, как прошел Иисус», в которой мы рассказали, как Бог побудил нас начать служение исцеления при Баптистской церкви в Эль-Пака, штат Техас. Прочитав нашу книгу, Джин воскликнул. «Боже, если бы Чарльз и Фрэнсис Хантеры приехали в Орландо и возложили бы на меня руки, я верю, что исцелился бы». Конечно же, Джин Лили нуждался не в Чарльзе и Фрэнсис Хантера, а в Божьем прикосновении. Ему нужно было нечто, что поможет ему высвободить его веру. И когда прочел о нашем служении исцеления и о том, скольким людям вернулось здоровье, то решил непременно испробовать этот метод на себе. Вера Джина в собственное исцеление росла. Бог воистину благ. На следующий день Джин купил газету, в которой было помещено объявление, напечатанное большими буквами. «Чарльз и Фрэнсис Хантеры проведут одно служение исцеления в гостинице Хилтон в Орландо, Флорида, возле Диснейленда». Прочитав объявление, Джин несказанно обрадовался. Вера его достигла небывалых высот. У него произошел буквально взрыв веры. Наконец-то он сможет попробовать. Собираясь на служение, Джин Лили сказал своей жене, «Мне не нужны костыли. Оставь их дома. Мне они не понадобятся, потому что сегодня вечером я буду исцелен». Вот это вера! Родственники Джина почти на руках внесли его в зал, где проходило служение. Мы действовали по данному нам слову знания, 1 Коринфянам 12.8, и вызвали для исцеления мужчину, сидевшего через 4 или 5 мес от Джина. Мужчина был исцелен от глухоты. Джин, находясь в сильном возбуждении, подумал, «Следующим буду я». Еще какой-то человек, сидящий в одном ряду с Джином, исцелился, потом еще один, и вдруг он обнаружил, что забрание закончилось, а его так и не вызвали для возложения рук и молитвы. Он остался таким же больным, как и до прихода сюда. Его ноги так и остались парализованными, а диабет и рассеянный склероз по-прежнему мучили его. Но я вдруг сказала, «А теперь те, чьи болезни мы не назвали, выйдите вперед для исцеления». Джин подумал, «Вот сейчас, сейчас, исполненный невероятной решимости, с трудом волоча ноги, он пошел вперед. Пройдя ряд за рядом, он, наконец, дошел до сцены. Два ашера поддерживали его, чтобы он не упал. Обращаясь ко мне, Джин сказал, «Я болен диабетом, и у меня рассеянный склероз. Вот уже 17 лет, как я парализован, у меня высокий уровень холестерина, триллерийцидов, травма головного мозга, и я умираю». Я ответила, «Слава Иисусу». Потом Джин признался мне, «Я подумал тогда, что вы самая безрассудная женщина на свете. Вот я стою перед вами и говорю, что умираю, а вы отвечаете, «Слава Иисусу». Но когда я посмотрел вам в глаза, то понял, что впервые в жизни передо мной стоит человек, который не будет ограничивать Бога. Одного взгляда на вас было достаточно для меня, чтобы увидеть, что вы верите, что Иисус исцелит меня, когда вы возложите на меня руки». Джин был прав. Он рассказал мне, что раньше все, кто молился за него, просили Бога помочь ему терпеть страдания, пока Господь не заберет его на небо. И вот теперь перед ним стояла женщина, которая ни в чем не будет ограничивать действия Бога. Он сказал, «Я не мог поверить своим ушам, когда услышал, как вы молились». Я не стала перечислять все болезни Джина, а просто сказала, обращаясь к нему, «Вам нужно, чтобы Бог полностью переделал вас». Затем я сказала, «Иисус, переделай его». С этими словами я положила руку ему на голову. Божья сила была такой мощной, что Джин повалился на спину, несмотря на то, что его поддерживали два служителя. Все 17 лет из-за паралича в ногах у Джина отсутствовала чувствительность. И сейчас он вдруг почувствовал, что у него болят ноги. Оказалось, что туфли были ему малы и сильно жали пальцы. Раньше он об этом и не догадывался из-за отсутствия чувствительности. Сильно взволнованный Джин Лили понял, что Бог начал совершать что-то особенное в его теле. Когда я закончила молиться, Джин с трудом встал на ноги. Ашеры помогли ему подняться, и он также, волоча ноги, потащился обратно на свое место. Если бы Бог не проговорил ко мне в ту минуту, я бы не сказала то, что сказала. «Он исцелен, хотя, может быть, и не выглядит исцеленным». И действительно, совсем не было похоже, чтобы он исцелился. Он оставался таким же калекой, каким пришел сюда, но Бог обратился ко мне в духе, и я не позволила дьяволу вмешаться и заранить сомнения. «Да, похоже, что парень не исцелился. Извините, друзья, наверное, нужно, чтобы он пришел еще раз, тогда, может быть, он и выздоровеет». Я просто сказала, «Он исцелен, хотя и не выглядит еще исцеленным». Господь дал нам дар веры, и когда я произнесла эти слова, вера Джина Лили окрепла. Через 12 часов он уже мог передвигаться, как вполне здоровый человек, полностью исцеленный Господом. Даже от диабета не осталось и следа. Но все же я предупредила Джина, если вы принимали лекарства, то не прекращайте лечение, пока доктор не скажет вам. Кстати, это я всегда говорю и другим исцеленным. На следующее утро Джин проснулся и сделал себе укол инсулина, как обычно. И тут же чуть не впал в шоковое состояние, потому что его организму больше инсулин не требовался. Чтобы нейтрализовать действие лекарств, ему пришлось в тот день выпить около 4 литров апельсинового сока и целый день есть конфеты. Это была последняя доза инсулина в его жизни. Поскольку его доктора в понедельник в городе не было, Джину пришлось отложить визит до вторника. А во вторник он сказал врачу, «В эти выходные я исцелился». Доктор спросил, «И кто же вас вылечил?» «Иисус», — ответил Джин. «Какой Иисус?» — переспросил доктор. «Иисус Христос», — твердо ответил Джин. «Халилуя! Джин Лили был полностью исцелен силой Господа». Представляете, что было бы, если бы Джин сказал в тот вечер, «Наверное, я так и не исцелился». Именно это он и получил бы, но он верил в свое исцеление и получил то, во что верил. Библия говорит, что если верим, то получим то, о чем просим. Как Джин исцелился? Возложением рук, силой Святого Духа, даром веры во мне, даром веры в Джине, командой, произнесенной с власти, верой, которую Джин притворил в действие. Вы можете исцелять возложением рук, но поскольку Иисус часто использовал не только этот способ, а и другие, поэтому разумно будет иногда пользоваться возложением рук+. Написано Чарльзом. Сразу же после крещения Святым Духом мы стали замечать, что количество исцелений на наших собраниях стало неуклонно расти. Наша радость возрастала с каждым новым чудом. На каждом собрании мы свидетельствовали о чудесных Божьих делах. И чем больше мы рассказывали о них, тем больше чудес являл нам Господь. Однажды вечером на сцену зала, где мы проводили служение, вышел, опираясь на две палки, мужчина. С двух сторон его поддерживали Ашеры. Он был настолько слаб, что не мог переставлять ноги, и поэтому ему приходилось их волочить. Мы спросили, какое у него заболевание, а затем просто помолились за этого мужчину. В то время мы еще не знали, что молитва не всегда используется как способ исцеления. И что-то удивительное произошло. Закончив молитву, я произнес, поднимите вверх свои палки и начинайте ходить. Мужчина поднял вверх палки и сделал неуверенно шаг вперед. И не упал. Он сделал еще шаг, и опять не упал, а потом еще и еще. Я взял его за руку и стал водить, ускоряя шаг. Потом сказал, когда ходите, старайтесь сгибать ноги. И вскоре мы с ним уже бегали по сцене, а он все время приговорил, слава Богу, аллилуйя. До нашей молитвы он еле говорил, так что нам пришлось просить его раз пять повторить название своего заболевания, прежде чем мы наконец смогли разобрать, что он говорил. А теперь он не просто говорил, а кричал, да так громко, что его могли слышать в самом конце зала. Что же особенного было в этом случае исцеления? Мы не только возложили руки, но и приказали больному и дети. Впервые за все время нашего служения и исцеления мы приказали больному привести свою веру в действие. И, хвала Всевышнему, он отреагировал на нашу команду и действием подкрепил свою веру. Ему пришлось призвать всю свою веру, чтобы, подняв костыль вверх, сделать шаг вперед без посторонней помощи. Иисус заставлял людей подкреплять свою веру действием. Мы поступали так же, как Иисус, поощряя больных действием. Веру необходимо поддерживать конкретными действиями. Исцеление и происходит именно тогда, когда человек приводит свою веру в действие. Возложение рук плюс вера в действие даст результат. Инната ко мне подходит и жалуется на боль в локтевом суставе. Я ушиб локоть 10 лет назад, но до сих пор чувствую боль и не могу согнуть руку. Пока этот человек рассказывает мне о своей проблеме, я прикасаюсь к локтю, возлагаю руки и говорю «Во имя Иисуса», а затем быстро добавляю «Подвигайте рукой, согните локоть». И если он реагирует быстро на мою команду и сгибает больной сустав, в большинстве случаев происходит полное исцеление. Хотя человек в этот момент еще продолжает рассказывать о своей болезни. Почему наступает выздоровление? Да потому что до того, как он успеет усомниться, или у меня появятся сомнения, он уже будет исцелен. Обычно подобное исцеление включает три фактора – возложение рук, плюс команда, плюс вера в действие. Однажды во время собрания ко мне подошел ковбой, чемпион страны Парадео. Он вывихнул плечо и не мог поднять руку. Для ковбой это очень серьезная проблема. Я быстро прикоснулся к его плечу и сказал «Во имя Иисуса поднимите руку». Не успев подумать, он тут же поднял руку. Вы бы видели удивление на его лице. Быстрое действие, подкрепленное верой, дает желаемый результат. Потому что это действие происходит до того, как сомнения и неверия, внушаемые дьяволом, успеют проникнуть в наше сердце. Каким бы прекрасным ни было Божье чудо, еще прекраснее исполнение его конечной цели. Теперь этот ковбой разъезжает по всей стране, участвуя в Радео и свидетельствуя о том, как Господь исцелил его плечо. И через его свидетельство люди приходят к Христу. А вот еще один пример использования метода возложения рук плюс. Нас пригласили участвовать в открытии Центрального клуба, так называемой электронной церкви, широко освещающей свою деятельность по телевидению. В ожидании начала праздниц мы стояли возле нашей передвижной платформы, как вдруг заметили направляющуюся к нам женщину, член организационного комитета. Она шла, прихрамывая и тяжело опираясь на палку. «Что у вас с ногой?» – поинтересовались мы. Она рассказала свою историю. Шесть месяцев тому назад она, поскользнувшись, упала и сломала правую ногу. Рентгеновский снимок показал, что в месте перелома кость разъединилась, и концы поломанных частей зашли друг за дружку, вследствие чего нога стала короче. Ей предстояла серьезная операция, в противном случае поломанная нога так и останется короткой до конца жизни. Когда доктор сказал ей об этом, Бог напомнил ей о нас и нашем служении исцеления. И тогда она решила, я подожду с операции и испытаю другой способ. И вот она стояла перед нами. Мы помогли ей сесть на ступеньке передвижной платформы, она вытянула ноги вперед, и действительно одна нога была короче другой. Обратите внимание на методы, которые мы использовали для исцеления этой женщины. Мы возложили руки на ее ноги и с властью приказали поломанной кости срастись и ноге вытянуться до нормального размера во имя Иисуса Христа. Прошло всего пять минут. И правая нога женщины стала такой же длины, как и левая. С тех пор ей уже не нужна была палка. Позже она засвидетельствовала об этом в одной из телевизионных программ клуба, рассказала, как в жаркий летний день во время парада Бог восстановил кость ее ноги на ступеньках у грузовика платформы. Бог показал нам много разных способов исцеления, поэтому не ограничивайтесь только одним. Например, если вы имеете дело с больным сколиозом, вам нужно сначала приказать духу болезни выйти вон из тела, а затем приказать позвоночнику выпрямиться, потому что даже если дух болезни и выйдет из тела, спина все равно не выпрямится, пока вы не прикажете ей выпрямиться. Если вы это не сделаете, она так и останется кривой. Врач из штата Огайо, специалист по сколиозу, спросил нас, случалось ли нам иметь дело с больным сколиозом. Мы ему рассказали о нескольких случаях и пригласили его на служение исцеления, чтобы он помог нам понять, как Бог исцеляет. Мы обратились к пришедшим на служение, было до 5000 человек, с просьбой подняться тем, у кого одна рука короче другой, что указывает на проблемы, связанные со спиной, шеей, бедром или плечом. По нашим подсчетам стало около 700 человек. Мы попросили помощников отобрать человек 10, у кого заметным образом одна рука была короче другой. Мы хотели, чтобы это было хорошо видно со сцены в сидящем зале. Врач стоял на сцене вместе с нами. У девушки, которая подошла к нам, позвоночник был искривлен сколиозом под углом в 30 градусов, поэтому левая рука у нее была почти на 4 сантиметра короче, чем правая. Врач слышал, как мы приказали духу сколиоза выйти из девушки во имя Иисуса. Затем мы приказали руке вырасти. Когда рука сравнялась по длине с другой, мы попросили доктора проверить спину девушки. Без рентгена и соответствующих медицинских инструментов он смог лишь поверхностно осмотреть больную. Доктор попросил ее нагнуться вперед и рукой провел по позвоночнику, который все еще оставался искривленным градусов на 10. Попросив девушку оставаться в полусогнутом положении, мы приступили к следующему этапу исцеления. В руках у доктора был микрофон, чтобы он мог обращаться к присутствующим, когда мы приказывали позвоночнику выпрямиться во имя Иисуса. Наступила тишина, и вдруг весь зал пришел в неописуемый восторг, когда доктор воскликнул. Он движется, движется! Затем опять наступила тишина, пока пальцы доктора ощупывали позвоночник девушки сверху вниз. Наконец он произнес. Похоже, он выпрямился полностью. «Аллилуйя!» Два дня спустя мне позвонил лечащий врач этой девушки и попросил прислать ему все имеющиеся у нас книги и кассеты по исцелению. «В жизни ничего подобного не видел!» Воскликнул он. Позвоночник совершенно выпрямился. Такие же чудеса ожидают и вас, когда вы будете возлагать руки плюс. Биус! Субтитры создавал DimaTorzok